Всем доброе утро! Мы с вами находимся здесь, на Иннопроме. Я приветствую всех тех, кто пришел в этот зал. И наших гостей добро пожаловать, и наших спикеров добро пожаловать. И на Иннопроме, и на нашей сессии, которая устраивает РБК. Называется она «Инвестиции в промышленность. Окно возможностей для российского бизнеса». Напоминаю, что мы находимся с вами в прямом эфире телеканала РБК. Вся эта сессия транслируется. И наша с вами задача сейчас обсудить и, может быть, подвести некоторые итоги последних четырех месяцев. Все понимают, почему. И заглянуть в будущее, посмотреть, куда же мы будем двигаться, как все будет трансформироваться. Давайте я представлю наших гостей. Меня зовут Илья Даронов, я управляющий директор телеканала РБК. И сейчас наши гости. Мы договорились сразу, что мы будем без отчеств. Поэтому не пугайтесь, что я и замминистра тоже буду называть по имени. Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России. Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Егор Ковальчук, заместитель губернатора Челябинской области. Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области. Павел Моряков, генеральный директор Москабель-Мед. И мы ожидаем еще в ближайшее время Элину Мигаль, старшего вице-президента ПСБ, директора Департамента по работе с предприятиями государственной корпорации Ростех. Давайте сначала все поаплодируем, как принято на всяких съемках и на сессиях. И первый вопрос я сразу задаю Василию Шпаку. И хочу, вернее, чтобы все ответили на этот вопрос. У нас сейчас с вами такой получится хороший срез. Мы посмотрим с федерального уровня, со столичного уровня, мы посмотрим с регионального уровня, посмотрим от непосредственно предприятия, которое работает в новых условиях. И каждому вопрос, начинаем с Василия. По Вашему мнению, что произошло за 4 месяца, как мы трансформировались, и к чему нам готовиться дальше, чего нам ждать? Микрофон включите, пожалуйста. Прошу прощения. Добрый день, Илья. Добрый день, уважаемые коллеги. В интересное время живем, хотя, впрочем, наша жизнь, там, моя, моих плюс-минус верстников, она вся проходит под знаком каких-то постоянных изменений. Детство и юность прошла в эпоху перестройки, потом начались бурные 90-е, мы строили демократию, потом, так сказать, пришла стабильность долгожданная, которая перемежевалась с кризисом, например, 2008 года. И вот сейчас новая встряска, я думаю, она будет посильнее, чем все остальные. Вопрос не только в политической напряженности и в трансформации политической. Это трансформация более глубокая, это конец эпохи капитализма. Капиталистическая модель приказала долго жить. Понятно, что это по историческим меркам произойдет не сразу, ни в течение одной секунды, но, тем не менее, мы это видим. Об этом все уже сказали, начиная от римского клуба, заканчивая коллегами на Давосском экономическом форуме. Это в своем выступлении на Валдайском клубе отмечал наш президент. То есть, это уже свершившийся факт. Теперь что же будет и как нам к этому готовиться? Будет что-то новое, какая-то новая модель. Скорее всего, это будет что-то близкое к солидаристской, к солидарной экономике. Это будут новые формы владения, новые модели управления, всевозможные шаринги, всевозможная уберизация. Производство будет менять свой облик, идти в сторону безлюдного, в сторону роботизированного. Будет расти роль цифровых технологий. И все это на фоне сжимающегося спроса, потому что мировой экономический кризис, о факте которого, в общем-то, уже спорить не приходится, этот спрос существенно будет снижать. Логистические цепочки уже приказали долго жить традиционные. То есть, все будет перестраиваться, переделиваться, перекраиваться. И рынки, и предпочтение потребителя, в силу того, что у них будет меньше денег, и им надо будет выбирать, какие товары, услуги они готовы покупать. И с этой точки зрения очень сильно возрастает роль готовности предприятий промышленности, быть более гибкими, быть более адаптивными. Точно совершенно, что новые производственные модели будут все больше и больше входить, так сказать, во все сферы промышленности. Это аддитивная печать, это, скорее всего, уход от массовых конвейеров, потому что, если будет сжиматься массовый спрос, то не будет окупаться большое массовое крупносерийное производство. В общем, вот эти все вызовы, так, я коротко пробежался по ним, и по многим и не пробежался, чтобы оставить возможность коллегам что-то сказать. Они характерны как для нас, так и для всего остального мира, причем это все на фоне изменения долгосрочных партнерств, отношений. Поэтому время нас ждет с вами веселое, но бояться этого не нужно. Любой кризис – это, прежде всего, возможность. С учетом того, какая была доля России в целом в экономике, она оказалась достаточно важной. Мы все видим в мировой экономике, что после введения санкций в отношении России все у них пошло гораздо более весело и быстро. Поэтому надо верить в себя. Возможности все у нас для этого есть. У нас есть ресурсы, у нас есть электроэнергия, у нас есть творческий потенциал наших людей. Главное – сохранять спокойствие и выстраивать то, как бы мы хотели жить дальше. Поэтому предлагаю на эту тему коллегам передать стафетную палочку поговорить. Помимо того, что произошло, все-таки интересно пофантазировать, помечтать и попрогнозировать на тему того, что же будет дальше и что нам в связи с этим можно было бы сделать. Спасибо. Большое спасибо. Так выглядит картина с федерального уровня. Теперь давайте посмотрим, как она выглядит на местах. Владислав, Москва. Как трансформируется? Что происходит с промышленностью? Происходило за эти четыре месяца. Василий Викторович, про спокойствие. У нас спокойствия нет. Мы в драйве. Причем в положительном смысле этого слова. Мне кажется, что сегодняшнее наше мероприятие очень правильно называется. Инвестиции в промышленность – окно возможностей. На самом деле, действительно, все меняется, очень стремительно меняется. Многое рушится, многое создается. Наверное, еще больше создается, чем рушится. И сейчас мы находимся в тот период времени, когда очень, наверное, актуально делать аналогии исторические. На самом деле, если посмотреть нашу новейшую историю, то спокойно России никогда не было. И мы иногда забывались. У нас там наступало состояние некой веры в том, что у нас есть партнеры и друзья. Потом это состояние проходило. Мы возвращались на круги своя. И, собственно говоря, президент очень правильно сказал на питерском форуме, что надо инвестировать в Россию, надо смотреть на своих, надо понимать, что союзниками у нас являются только наши армии и флот, к сожалению. Или, к счастью. Наверное, к счастью. Поэтому мы сейчас находимся в том состоянии, когда нам надо делать пятилетку не за 4 года, а нам надо делать пятилетку за гораздо более короткий период. Нам прежде всего тогда надо вернуться к пятилеткам. Вы знаете, так или иначе, история с планированием и приоритизацией экономики уже наступила. И мы знаем, что и Минпромторг этим активно занимается планированием, детальным планированием, в том числе планированием в тех отраслях, которые являются наиболее критическими для экономики страны. Также и субъекты. Сейчас мы создаем инфраструктуру, которую, наверное, о которой могли только мечтать. Мы делаем в месяц несколько новых крупных сделок по размещению предприятий, инфраструктурных предприятий на территории столицы. Могу сказать, что долгое время был миф, что Москва это финансовый, в первую очередь, центр, это политический центр, но это не промышленный центр. Москва это промышленный центр. Мы имеем на территории города больше трех тысяч промышленных предприятий, промышленных площадок. У нас больше 700 тысяч человек задействовано в промышленности. Что такое 700 тысяч человек? Это практически город-миллионник. И поэтому для нас... То есть вот это ощущение, когда ты идешь по Москве и видишь, что тут раньше был завод, теперь появляется жилой комплекс, оно неправильно? Абсолютно неправильно, потому что промышленность меняется. Если раньше для того, чтобы создать завод, надо было построить огромную инфраструктуру, сделать поселок рабочий рядом с этим заводом, фактически создать новый город, сейчас промышленность высокотехнологичная, компактная. И в одном технопарке могут сидеть 15, 20, 30 инновационных предприятий, которые создают добавочную стоимость, которые создают реальный сектор экономики. Поэтому мы сейчас не движемся вперед, мы летим вперед. Я считаю, что сейчас то время, когда мы должны создать и развить те отрасли реальной экономики, которые действительно являются критическими, в первую очередь для наших граждан, потому что, безусловно, важно экспортировать, безусловно, важно зарабатывать, экспортировать надо тоже готовую продукцию, а не сырье. Но важнейшим приоритетом для нас является создание технологической безопасности, создание того состояния, при котором наши организации, наши люди будут чувствовать себя в полной безопасности. Поэтому я считаю, что мы живем в очень интересное время, и перспективы развития российской экономики и реального сектора очень хороши. Спасибо. Давайте посмотрим в регионы, Егор, в Челябинской области те же процессы, что в Москве. Да, ну, подражать коллегам смысла не вижу, действительно так. Но если мы говорим о регионах, которые находятся чуть дальше от федерального центра, например, Челябинская область традиционно является промышленным регионом. И, в общем-то, те процессы изменения, о которых коллеги уже говорили, они затронули регион, наверное, может быть, чуть больше, чем любой другой средний. Но сейчас я хочу сказать, что основной запрос от бизнеса, от малого, среднего бизнеса, от крупного бизнеса – это уже даже не дешевые деньги, не дешевые ресурсы, не новая логистика, непорядок расчетов, хотя это тоже, безусловно, очень важно и имеет значение. Основной запрос – это спрос на будущее. То есть, каковы гарантии того, что сегодня, сделав определенные инвестиции, определенные вложения, изменение своей структуры, своей деятельности, освоив новые продукты, через 2-3 года ситуация не вернется, условно, на начало или на конец 2021 года. Такое уже было в истории, и действительно, были ситуации, когда те же китайские или европейские партнеры… Здравствуйте, Ирина к нам подошла, это ПСБ Банк и Ростех, добро пожаловать. Они также удовлетворяли весь этот спрос, и те инвестиции, которые сделали российские предприниматели, они оставались не совсем востребованы. То же самое описание и сейчас, и если государство в лице самых разных структур даст определенные гарантии, что освоенная новая продукция будет действительно востребована, и востребована будет не только в период яркого кризиса, который мы сейчас проходим, но и 2-3-5 лет, что это будет именно государственная политика, и это надолго, и вот сейчас прозвучал тезис как раз про государственное планирование, то я именно про него и говорю, то да, это гораздо будет таким более серьезным сигналом для инвестиций в импортозамещение, чем все те, безусловно, очень важные меры поддержки, которые уже были приняты. По крайней мере, такой запрос мы видим на территории нашего региона. Спасибо. Дмитрий, из Свердловской области. У вас тоже регион, который ставится промышленностью, и тот же самый запрос на гарантии будущего? Ну, я вообще изначально отвечу, Илья, на ваш вопрос с точки зрения, в чем мы живем с февраля месяца, мы живем в мире окончательно разрушившихся иллюзий. Те, у кого не были, я думаю, что уже их ни у кого не осталось. Иллюзий о том, что можно продавать нефть, газ, природные богатства и где-то что-то покупать, ничего страшного, да, там, в Азии, в Европе, еще где-то, вот, не надо это производить здесь, вот. Как показала практика, любое дуновение внешнеполитического ветерка сносит эту конструкцию напрочь. Вот сейчас оно эту конструкцию напрочь несло, и мы живем в категорически ускорившемся времени, Василий Шпак, правильно сказал, весело и быстро, то есть, на самом деле, для нашей экономики, там, для нашей промышленности, день сейчас… Прямо мне это, как бы, это новое название для фастфуд напоминает, весело и быстро. Ну, почему нет? Хорошие идеи, мне кажется, да? Да, хорошо, мы что-нибудь придумаем по итогам инопрома, обязательно назовем весело и быстро. Вот, на самом деле, сейчас резко ускорилось время принятия решений, резко ускорилась цена ошибки, соответственно, и так далее. Но так или иначе, мы теперь хотя бы все для себя четко понимаем, не как раньше, одни туда смотрели, да, импортировать будем ничего страшного, а другие говорят, да нет, вроде надо что-то развивать. Но я вот вспоминаю, как весной мы все, извиняюсь за выражение, подпрыгивали из-за отсутствия бумаги, и как мы резко возвращались к тем производителям, которые несколько лет назад, ну, просто затухли, потому что, ну, где-то неконкурентоспособны, где-то они никому неинтересны были. А в 2020 году, я напомню, мы подпрыгивали из-за того, что масок поначалу не хватало, помните, да? Да, конечно, помню. Правда, я тогда в Госдуме был, но там тоже их не хватало. Вот, и поэтому сейчас все идет под трендом импортозамещения. Я, честно говоря, свое мнение скажу, не правительство Сырловской власти, а свое, что тренда на самом деле два. Есть тренд на западозамещение, есть тренд на импортозамещение. И вот последний тренд, он крайне так звучит просто лучше, да, импортозамещение, но оно более объемное и более полагает. И вот мы, когда подготовкой на промо занимались сегодня, коллеги пройдутся, посмотрят экспозиции, мне вот лично было интересно, подходя к любому, там, не знаю, там, автомобилю, там, ну, вот что-то стоит, да, на стенде, интересоваться процентом локализации и главное, насколько эта локализация увеличилась вот за последние полгода. Вот это действительно то, в чем мы сейчас живем и в том, что мы будем жить дальше. И на самом деле, давайте честно, в среднесрочной перспективе для нашей экономики, для нашей промышленности, это безусловное благо. Вот если уж вы про локализацию сказали, вот эта локализация сейчас, она не для галочки проводится? Знаете, как ввести, переклеить значок и сказать, что это российская? Да, наверное, где-то и для галочки, чего уж мы тут будем врать. То есть кто-то, как всегда, кто-то побежал отчитываться, а кто-то действительно пытается что-то сделать, да. Ну, вот время покажет. Еще раз говорю, цена времени, цена ошибки, она сильно возросла, и сейчас мы все увидим, по крайней мере. Спасибо. Павел, вы человек, который возглавляет непосредственно производство. Как на вас отразилось вот это? И то, что сейчас мы говорили о этих процессах, как вы их переживаете? Вы знаете, первое, что было, это шок. Шок и оцепенение, потому что мы к этому, честно говоря, не были готовы и поняли, что нам надо, первое, нам нужны деньги, хотя мы никогда в них не нуждались. Все-таки деньги. Да, мы посчитали, что при таком курсе мы сейчас вылетаем в трубу, потому что на оборотку не хватает денег. Только тут надо пояснить, при курсе 120, который был, или при курсе 50, который сейчас? Который был, ну, это же сначала был шок. Мы сразу побежали, оказалось, что у нас куча программных субсидий, плюс появились новые, и действительно, там получить деньги оказалось очень просто. То есть, там, месяц-полтора, и ты получал под льготную ставку эти деньги. Хорошо, деньги есть, что делать дальше. Сидим, мы понимаем, что происходит, спрос вроде бы еще не остановился, все движется по инерции. И тут мы понимаем, что мы занимались импортозамещением с 2014 года, ну, как компания, а у нас осталось 5% незамещенного, и это не найти. Все, то есть мы попали… То есть это критические 5%. Да, мы попали в пятый пакет санкций по лакам и по бумагам, и, собственно говоря, вот в апреле у нас наступил второй шок. Мы не понимаем, что сделать. У нас вроде бы есть Ходьковы, производство лаков, но у них тоже проблематика с компонентами. Вот эта проблема стала вторым серьезным вызовом. Если первая, там, благодаря программам по кредитованию и по другим составляющим она решалась легко, то вторая проблематика, она стала критичной. И здесь у нас уже возникло такое понятие сейчас, производить нельзя возить, да, где поставить запятую. Потому что где-то нужно начинать сейчас развивать активно собственное производство, но для этого нам нужны компетенции, в первую очередь. То есть нам надо привлекать специалистов из других государств, создавать здесь среду, чтобы они сами у нас здесь работали. Ну, у нас история, опять же, если возвращаться, мы прекрасно знаем, там и при Екатерине второй, кто, собственно говоря, занимался постановкой всего производства в России. Для тех, кто не знает, в 30-е годы в Советском Союзе был чемпионат Союза по бейсболу, потому что было очень много американских специалистов здесь работали. Абсолютно верно. И, соответственно, этот вызов мы стали решать, да, благодаря там параллельному импорту. На сегодняшний момент мы решили эту проблематику для себя, но мы поняли, что точно такая же проблема есть абсолютно и у всех. То есть получается, что мы производим кабель, и ситуация следующая, что будет штепсель, а розетки не будет, куда его вставить. И вот эта проблематика на сегодняшний момент, она нас очень сильно пугает, и, как вот сказали коллеги, очень важный момент, то, что должно быть взгляд в будущее, это высокоэффективные проекты, высокотехнологичные проекты. Этих проектов должно быть большое количество. Мы не должны ни в коем случае их останавливать, потому что вопрос спроса очень важный. Но здесь должна быть правильная дозировка. Надо доделать проекты по услуге, да, это там огромнейший проект по газу. Нужно дальше продлевать востоку ойла, не останавливать его. Для этого, конечно, нужно переформатировать, нужно либо создавать у себя, но создавать у себя мы должны понимать, что это от 3 до 15 лет может занять. Либо, соответственно, вот благодаря там параллельному импорту, ну и действительно, иногда действительно проще перевесить маркировку. Здесь ничего страшного нету, я не вижу здесь каких-то критических вещей. Главное, чтобы у всех было четкое понимание. Вот есть очень крутой портал, называется ГИСП, да, Минпромтор кого сделал. И там, на самом деле, идет анализ вообще по одвалорной доле. То есть, сколько находится у тебя иностранных компонентов. Я считаю, что вот на этом комплексе, да, на этой платформе ее надо развивать, раскачивать, делать, по сути, такой блокчейн для промышленников, где, соответственно, выделялись бы все критические моменты, связанные вот с тем, что у нас есть. Этого нет, этого нет, этого нет. И создавались, соответственно, проектные бюро, не как вот по принципу госкорпорации, да, там вот. Это госкорпорация займется, это нет. Именно по матричному проектному управлению. То есть, собирались небольшие промышленники, крупные промышленники, институты и, соответственно, совместно решали вот эту проблематику быстрого либо производства, либо какого-то нахождения аналога. Вот что я вижу в будущем, что нам надо делать. И короткий вопрос, короткий ответ, о чем говорил Егор. Вот вы, как производственник, вы чувствуете сейчас уверенность в будущем? Ну, тут тяжело сейчас ответить, потому что мы почувствовали до конца года. То есть, вот у меня просто горизонт планирования сузился с пяти лет до сначала одного месяца. Сейчас он расширился до конца года, и меня очень сильно пугает 23-й год. Ну, и я думаю, что он всех абсолютно пугает. И здесь вот сейчас вот как не только в нашей стране, я думаю. Да, это абсолютно верно. Это вся мировая экономика сейчас трясется. Поэтому здесь, если будет очень классная программа написана, я уверен, что она будет написана правительством, просто для этого надо время. Время на адаптацию не бывает так, что они достали козырь, где-то было все написано. Я думаю, что к осени мы уже точно будем понимать, что нас ждет в 23-м году. Но эта уверенность, она нам необходима как промышленникам, чтобы инвестировать. Да, спасибо. Ильин, банк, который финансирует промышленность, только деньги могут сейчас спасти? Потому что вот сейчас была реплика о том, что Егор, по-моему, говорил, что не только деньги нужны сейчас уже предприятиям, они хотят каких-то гарантий того, что их продукция будет находить избыт и будет пользоваться спросом. Ну да, банк у нас действительно занимается очень плотно темой импортозамещения. Как я так понимаю, все коллеги это отмечают, что сейчас для нашей страны это важный момент. А для нашего банка, как я думаю, для, уверенно, для всех других банков нашей страны самое главное – это обеспечить надежную и безопасную работу всех наших банковских систем для того, чтобы наши уважаемые клиенты, как промышленники, так и физические лица могли продолжить свою эффективную и безопасную, опять же, свою работу. Но помимо того, что банк принимает активное участие в финансировании проектов по импортозамещению, банк также является площадкой для встречи и для взаимодействия всех участников этого процесса, как промышленников, так и органов, принимающих решения. На это принимают участие в рассмотрении таких вопросов, как дополнительная поддержка государства по реализации проектов импортозамещения, в более активном вовлечении институтов развития в поддержку этих проектов. Также услышала, что действительно важная тема – это разработка и поддержка проектов, начиная от неокра и до сбыта. То есть, действительно, сбыт всегда являлся двигателем прогресса, и сейчас он особенно важен. То есть, если предприятие понимает, что сбыт будет, то, соответственно, и разработка будет. Конечно же, тоже очень важные вопросы, которые рассматриваются с участием банка – это взаимодействие промышленных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса, у которых появился сейчас дополнительный импульс, стимул для разработки и продвижения своей продукции. Активно работаем с ФРП, опять же, по этим проектам. А у бизнеса какой основной запрос, когда они к вам приходят? Дайте нам кредиты под небольшие проценты или еще что-то есть? Ну, кредиты под небольшие проценты – это вне времени, это всегдашний запрос промышленности, конечно же. Да, здесь скорее просьба поверить в проекты, у которых пока еще нет четкого маркетингового плана, скорее вот так вот. И здесь банк пытается помочь клиенту найти этот рынок, этот маркетинговый потенциал и как-то совместно с другими институтами, которые могут подхватить на другой какой-то стадии развития этого проекта, как-то совместно скомпоновать эту историю, структурировать и вовлечь, реализовать в жизнь. Спасибо, я сейчас спрошу у Василия, а как должны государства, в частности, министерства, вот когда приходит человек в банк и говорит, смотрите, у меня есть классный проект, он нарисован здесь на бумажке, как вы можете помочь в том, чтобы поверили в этот проект? Как министерство может это сделать? Какая система должна функционировать? Задача министерства и ведомств обеспечивать условия развития бизнеса. Мы, поскольку являемся регулятором с точки зрения промышленности, должны обеспечивать условия для устойчивого развития наших промышленных предприятий. В первую очередь, это условия по спросу той продукции, которую они производят. Это те самые гарантии, о которых говорили. Ну, надо вести большую работу. Понятно, что Министерство промышленности не может отвечать за потребление во всех секторах экономики, что это надо работать с нашими коллегами, которые регулируют другие отрасли и сферы, и работать надо вместе с правительством. Сейчас ситуация благоприятная. Многие ниши, которые занимали наши иностранные в кавычках партнеры, освободились, они с нашего рынка уходят. Этот процесс будет продолжаться и дальше. И это не только политика, это и в силу, скажем так, экономических причин, изменения логистики, нарушения этих цепочек, вообще сжатие спроса на их рынках и ухудшение в целом экономической ситуации. Поэтому я считаю, что у нас тут картинка позитивная. Промышленность у нас в целом и в целом экономика, на мой взгляд, серьезно недооценена и серьезно недоинвестирована. У нас большой запас по насыщению экономики и промышленности ликвидностью. И с учетом того, что освобождаются ниши и появляется рынок, прежде всего рынок внутренний, в эти ниши надо идти. И, в общем-то, на уровне министерства мы сейчас много для этого делаем. Но очевидно, что предстоит сделать еще больше. А емкость внутреннего рынка, она позволит развиваться нашей промышленности? Ее достаточно? Или нам сейчас нужно очень быстро переориентироваться и искать другие рынки сбыта? И да, и нет. Ну, смотрите, по тем цифрам, которые помню, у нас, например, в электронике с точки зрения государственных закупок, это 44-223, если не память не изменяет, по прошлому году, порядка 20-24% только доля российского. То есть, 7-6% это та зона, куда можно расти. В других отраслях, я уверен, что картина плюс-минус похожая. То есть, в любом случае, порядка 2-3 рынка, только регулируемого с точки зрения государственных закупок, это тот объем, который еще надо суметь заполнить. Это же не просто так, захотел произвести больше, завтра произвел. Это вопрос комплектующий, вопрос оборотных средств, вопрос производственных мощностей. В конце концов, вопрос человеческих рук. Ты можешь пробовать работать в три смены, но человек у тебя сможет выдержать только одну рабочую смену. То есть, нужны специалисты, нужны рабочие специальности, нужны инженеры и так далее. Поэтому, в любом случае, это рост итерационный, с одной стороны. И первое, на что нам следует обратить внимание, это внутренний рынок, мы должны обеспечить сами себя, чтобы не просесть, чтобы наш потребитель мог на полках магазинов видеть те товары, которыми он привык, чтобы не было падения уровня жизни, да, с этой точки зрения. Но, ставя перед собой эти задачи, мы, конечно, должны думать о том, чтобы нам развиваться, и чтобы инвестиции были эффективными, и чтобы воспроизводить технологии, введя новые разработки, открывая перед собой новые сферы. Очевидно, что только лишь внутренний рынок для этого будет маловато. Нужен совсем другой эффект масштаба. Поэтому на экспортные рынки тоже надо идти, на них надо смотреть. Понятно, что надо учитывать политику, надо учитывать то, как меняется. Вряд ли есть смысл идти, например, ну, сейчас, в принципе, невозможно идти на рынки Северной Америки, на рынки Западной Европы. Но для нас открыты рынки и Ближнего Востока, и азиатские рынки, я имею в виду, Дальний Восток, и Африка, и Латинская Америка. БРИКС – это не пустое слово, да. На этих рынках мы вполне себе можем найти эти ниши и построить там долгосрочные связи. Сейчас я задам вопрос тоже, который и министерствам, и представителям регионов. Вспомним ситуацию с Huawei. В 2018 год Huawei, которая только-только начала создавать конкуренцию Apple, тут же попала под санкции. Сейчас мы говорим о том, что Россия входит в пятерку стран, у которых есть, это уже как раз по вашему профилю, своя архитектура процессоров. Но при этом Тайвань говорит, мы больше вам Байкалы производить не будем и отгружать то, что уже произвели, тоже не будем. Вот когда тебя пытаются сбить на взлете, что мы должны делать в этом случае и государства, и регионы, которые должны помогать промышленности? Ну, вы сами привели в пример Huawei. Давайте посмотрим, что делала Huawei. Huawei, во-первых, пошла в те рынки, на которых ее ждали. Это прежде всего внутренний рынок Китая, рынок тех стран, которые готовы были у себя эту продукцию приветствовать. Поэтому, в целом, если говорить, например, про 5G, они стали безусловным лидером, и даже то, что с ними случилось с точки зрения санкций, не ослабило их позиции в этом смысле, а лишь, наоборот, усилило, с одной стороны. С другой стороны, они сами пошли инвестировать во все уровни технологического передела, по которым они были зависимы с точки зрения санкционной политики. И, если память не изменяет, до конца этого года они открывают в Китае свой завод, который будет производить для них же, для Huawei электронную компонентную базу. Да, это не внутри самой компании Huawei, это, скажем так, бизнес рядом, но, тем не менее, тут бизнес, в который они проинвестировали. Поэтому ответ очевидный. Технологическая независимость, технологический суверенитет – это обязательное условие для нормального, поступательного, динамичного развития экономики. Поэтому надо вкладываться в технологии, надо строить свое оборудование, надо идти в собственные материалы, надо самим разрабатывать программное обеспечение. Как я уже сказал, да, это непросто, да, это сложно, да, это дорого. Но, к счастью, другого пути у нас нет. Нам на руку играет то, что, понимаете, вот эта точка кризиса, это окончание капиталистической системы и какой-то грядущий переход в новые качества, он же не только в экономике. Это и смена технологического уклада, да, и это будет и смена, как бы, осознание социумом своей роли, да, системы и модели управления социумом тоже будут меняться. Это и смена ценностных моделей каких-то у человечества в целом. То есть такой глобальный цивилизационный переход, он время от времени в истории нашей случался, в этом ничего нового нет. Все в этом мире циклично, об этом еще, так сказать, товарищ Кондратьев, лауреат Нобелевской премии, в общем-то, сказал. Поэтому мы находимся вот в этой точке бифуркации, идет новый цикл, причем новый цикл идет везде. Экономика, политика, технологии. Спасибо, я сейчас хочу дать возможность Дмитрию сказать, я отпущу вас, потому что вам нужно идти. Да, спасибо большое. Ну, вы говорите про Huawei, сбитый на взлете, но нас с нашей микроэлектроникой на взлете сбили, по-моему, если не ошибаюсь, к развалу Советского Союза. Тогда ведь даже целое было министерство у нас по этой тематике. А потом мы как бы отставали, отставали, и понятно, что подсаживались на эту иглу, это то, о чем мы говорили при ответе на первый вопрос. Когда, да ладно, купим в Тайване, вон им там дешевле, они уже в массовое производство запустили, назовем Байкал, никто не заметит, что это тайваньское, а не наше. Поэтому, говоря сейчас, мне очень понравилось на Ципре в Нижнем Новгороде месяц назад, да, Михаил Владимирович Мишустин выступал, и очень много коллеги обсуждали, прям в воздухе витало вот это. То, о чем, кстати, мы тоже в первом вопросе говорили, цифровой госплан 2.0. Вот, мы действительно сейчас должны четко нарезать задачи, да, и вот, ну, то есть у нас тут точка сборки, это уважаемый Минпромторг, да, ну, и Минцифры, я так понимаю. С точки зрения того, что раньше, да, были различного рода попытки, получалось даже, что вроде как бы и хотят у нас что-то производить, но регионы начинали конкурировать, тянуть все дело на себя, там, какой-то регион решил, я теперь буду производить процессор. Но куда ты лезешь, есть Зеленоград, да, понятно, что это основа. Давайте посмотрим свою нишу. У нас эти ниши есть, у нас есть НПО в автоматике, я, кстати, знаю, что с возражаемым Василием Шпаком коллеги взаимодействуют, да, достаточно плотно. У нас есть приборостроительный кластер, у нас есть мозги, кстати, для гостей нашего города, ради интереса, мы вот, когда нас спрашивают, что градообразующие предприятия Екатеринбурга, но если по количеству работающих и задействованных, это Уральский федеральный университет, и в нем есть большая база. Поэтому, собственно, старшие коллеги сейчас все сказали, наша задача нарезать задачи, опять же, в том, бежать реализовывать, исходя из потенциала регионов, и, опять же, да, время сокращается, нам надо просто это делать быстрее, уже понимая, что бессмысленно надеяться, что какой-то внешнеполитический вектор поменяется, и мы снова начнем получать Байкал из Тайваня. Ну, во-первых, это звучит смешно, Байкал из Тайваня, вот, а во-вторых, этого уже не будет, мы должны это понять. — Большое спасибо, мы вас выпускаем, вам нужно бежать нарезать задачи, как вы сказали, да. Владислав, Москва как флагманский регион, что она делает для того, чтобы поддержать промышленность, какие схемы сейчас действуют, и что нового вы ввели? — Ну, я чуть-чуть, наверное, вернусь назад и прокомментирую предыдущего спикера. На самом деле у нас на протяжении многих десятилетий складывалась очень серьезная научная база. Ну, вот Зеленоград, коллеги упомянули, действительно, это огромный кластер микроэлектроники, который существовал, существует и будет развиваться, будет флагманом российской экономики, безусловно. На протяжении нескольких десятилетий вот эта вот научно-советская база, она не всегда использовалась настолько эффективно, насколько бы это хотелось. Ну, сначала у нас инженеры шли на рынок торговать, потом стали блогерами. Вот сейчас, наконец-то, мы понимаем, что инженер должен быть инженером. И те наработки, которые на протяжении десятилетий в нашей научной базе существовали, они сейчас как раз могут быть реализованы. Еще раз повторюсь, это очень важная история, что за последний период времени, за последние четыре месяца, объем инвестиций в реальную экономику увеличился. И если в прошлом году мы фиксировали рост по Москве 29% инвестиций, то в начале этого года 31% увеличение роста реальных инвестиций в экономику. О чем это говорит? Это говорит о том, что инструменты, которые как на федеральном уровне формируются, так и на уровне субъектовом, они дают свои плоды. Я приведу несколько цифр и фактов, которые важны, как мне кажется, в этой истории. За последние четыре месяца у нас активно развивается история, связанная с офсетными контрактами. Есть прекрасный инструмент, которым на протяжении многих лет не очень многие субъекты хотели пользоваться, офсетные контракты, потому что это сложно. Почему сложно? Потому что это не просто закупить товар, а это еще локализовать производство на территории субъекта. Москва была в свое время флагманом офсетных контрактов. Мы в 2017 году заключили первый офсетный контракт. И сейчас город не просто закупает продукцию качественную, но закупает продукцию наших производителей, локализованных на территории города. То есть здесь взаимовыгодное движение? Абсолютно. Производитель, получается, у него есть гарантии сбыта, но при этом город требует, что, смотрите, должно быть локализованное производство, а не просто так продавайте нам. Это проемкость рынка, на самом деле. Вот у нас есть прекрасный пример, офсетный контракт на стому. Очень специфическая, очень сложная история. Мы до 2019 года практически всю продукцию для стомированных больных закупали за рубежом, причем в Западной Европе. Сейчас у нас на территории особой экономической зоны в рамках офсетного контракта локализован производитель отечественный, который превосходит по своим характеристикам в качестве те иностранные аналоги, которые раньше поставлялись нашим больным стомированным. Мало того, мы сейчас уже покрываем 50% рынка Москвы, а к 2024 году будем покрывать больше 70% рынка Российской Федерации. Такой рост за счет чего? За счет гарантированного объема заказа. Город предоставляет обязательства по закупке, инвестор предоставляет обязательства по локализации ровно той продукции. В Москве, как вы знаете, стандарт качества оказания услуг медицинских очень высокий. Именно того качества, которое нужен городу. А впоследствии, естественно, и страна будет, и регионы закупать эту продукцию. Это классный инструмент. Мы буквально за последние 4 месяца сформировали уже больше 10 потенциальных офсетных контрактов. Мы их в ближайшее время будем размещать с обязательствами по локализации сложных производств, высокотехнологичных производств на территории города. У нас есть прекрасный механизм в законодательстве. Надо сказать, что регуляторика нам позволяет делать очень важные и нужные вещи. Это механизм масштабного инвестиционного проекта. Представьте себе, мы в этом году больше 40 миллиардов только привлекли инвестиции в рамках масштабных инвестиционных проектов. А это локализация производств на территории города. Мэром было принято решение предоставлять земельные участки по рублю за промышленную площадку на период строительства. Это фактически бесплатная земля в обмен на локализацию того производства, которое нужно городу и стране. Спросом пользуется программа? Спросом пользуется очень большим. Земли в городе немного, при этом в городе у нас центры науки, центры образования, центр потребления, что немаловажно. Москва у нас крупнейший в Европе мегаполис. Мы буквально каждый месяц формируем новые проекты в рамках МАИПов. Мы приземляем у себя очень важное для города производство и в части микроэлектроники, и в части пищевой промышленности, промышленность стройматериалов, которая жизненно важна для города в связи с тем, что рынок потребляет очень много строительных материалов. А до недавнего времени мы всю эту продукцию импортировали. И я считаю, что надо еще одну важную мысль нам всем для себя уяснить. Не надо заниматься импортозамещением. Вот не надо заниматься импортозамещением. Это плохая история. Мы в рамках импортозамещения всегда будем отставать. И догонять. И догонять. Когда мы начинаем что-то импортозамещать по технологии существующей, мы всегда делаем для себя гэп, разрыв в 3-4-5 лет минимум. Надо создавать новые технологии, которые будут драйвером развития не только отечественной экономики, но и мировой экономики. Тогда нужно говорить о создании некой экосистемы, про которую Элина, по-моему, говорила. Когда у тебя есть не ОКР, когда у тебя есть разработки, и туда вкладывать еще большие деньги. Безусловно. Президент у нас говорил не так давно о кластеризации реального сектора экономики. Надо создавать кластеры, где будет у нас и R&D представлено, и реальное производство, и инфраструктура для производства. То есть важно не просто прийти на рынок и сказать, кто хочет работать в Москве, и ждать, пока какой-то инвестор откликнется, придет в поле и начнет что-то строить. Надо для этого инвестора создать инфраструктуру. Надо создать те условия, при которых инвестору будет комфортно инвестировать в регион. И у нас все для этого инструменты сейчас есть. Я сейчас Егора хочу спросить. Москва – крупнейший мегаполис в Европе. Челябинск – один из самых больших городов на Урале. Как и Екатеринбург. К вам идут вот эти компании, они приземляются у вас. Вы можете себе, как регион, позволить те же меры поддержки, которые Москва позволяет? На самом деле, законодательство действующее, оно в основном определило все возможности, которые может представить регион. И я не знаю регионов, которые бы так или иначе не использовали эти возможности. Но все, безусловно, упирается в возможности бюджета. И Москвы, разумеется, возможностей таких больше. И есть возможность вкладываться заранее в развитие инфраструктуры для того, чтобы привлечь, потом усадить на эту инфраструктуру действующее производство. Мы тоже идем по этому пути, но с учетом масштабов, разумеется, это получается чуть поменьше. Но о чем я бы хотел вернуться, наверное, к началу разговора. Был пример про Huawei. Все же понимают, что этот вопрос был не про экономику, это был вопрос про политику и про, в общем-то, стратегическую безопасность. И ровно по этому же принципу, мне кажется, надо в будущем и выстраивать наши истории по критичным моментам, по критичным технологиям. Так уже сделано в ГОЗе, в рамках гособоронзаказа, так сделано уже в военке. И, в общем-то, если вы посмотрите, никто там особо не считает экономическую эффективность. Точнее говоря, и считает, но немножечко по другим принципам. Нужно сделать, значит, это делается. Да, это делается небольшими сериями, это делается дорого, это делается, ну, какими-то там очень серьезными усилиями с решением сверхзадач. Но в большинстве своем военке это уже все решено. Этот же принцип, на мой взгляд, нужно переносить и в нашу обычную жизнь, когда нужно определить сферы, в которых это нужно сделать любой ценой. Ну, мы привели пример Байкала, да, это, наверное, один из ярких автокомпонентов есть, да, из-за которых у нас сейчас определенные сложности начинаются. Это еще несколько сфер. Это нужно просто сделать и сделать независимо от экономических моделей. Дело в том, что если сейчас в этой сфере предприниматель придет в банк, и об этом уже началось говорить, да, ему не верят. Это ситуация, она рассматривается с точки зрения, ну, достаточно стандартных примеров оценки экономической эффективности проектов, и они, как правило, не проходят, потому что, а, не очевиден совершенно сбыт, есть риски неокро-разработки, есть риски привлечения критичных технологий, есть риски закупки оборудования специализированного, которого тоже, наверное, сейчас вот так очень быстро не приобрести. И здесь требуют совершенно иные подходы, и подходы именно, действительно, с уровня государственного планирования. Что может сделать регион в этой сфере? Мы пошли по двум путям. Первое – это дополнение федеральных мер региональными, то есть те ситуации или те сферы, в которых по каким-то причинам федералы не дотягиваются, либо в силу размера масштаба, либо в силу региональной специфики, мы именно в этих нишах делаем свои региональные меры поддержки. Да, они меньше, да, они, может быть, не такие масштабные, но они более оперативны, они четко видят местную специфику, и они попадают именно туда, куда нет возможности у мелкого и среднего бизнеса попасть с федеральным уровнем. Ну и второе, да, я согласен полностью, это создание инфраструктуры, здесь в этом смысле регион неплохо очень себя чувствует, это семь индустриальных парков, еще в развитии три – это территории, опережающие социально-экономическое развитие, с налоговыми льготами очень серьезными. И вся эта, прежде всего, организационная инфраструктура, в общем-то, привлекает к себе новых инвесторов. Я сейчас задам такой немножко провокационный вопрос, который будет и вам, и Владиславу вам. А вы не боитесь, что Москва со своими возможностями затянет к себе все промышленные предприятия? Безусловно, это никакая не провокация, это реальность. Я бы еще добавил вместе к Москве в ряд и Московскую область, и Татарстан, еще коллег с более серьезными бюджетными возможностями. Но ведь не все бизнесы можно разместить в центрах, да, есть бизнесы, которые могут быть размещены только в локации, да, там, где транспортировка нерентабельна. Там был поднят, на мой взгляд, архиважный вопрос по наличию рабочих рук, ведь тоже Татарстан уперся уже в это ограничение, Алабуга его, да, там, это серьезнейшая проблема, и мы ее чувствуем тоже. У нас есть точки промышленно развитые, районы, города, где концентрация промышленности очень высокая, и там конкуренция просто бешеная за кадр. Спасибо, Владислав. Мы сейчас видим, что нет необходимости локализовывать все исключительно в рамках того субъекта, которым мы работаем. Мы сейчас, например, приведу пример очень простой. Мы достаточно много сейчас времени тратим на то, чтобы определить действующие заводы на территории Российской Федерации, которые производят качественную медицинскую расходку для того, чтобы доинвестировать через механизм Овсета в эти заводы и производить ту продукцию, которая будет востребована, в том числе и на территории города. То есть Москва готова инвестировать в заводы, которые находятся в других субъектах? Абсолютно готова. И я еще буквально один комментарий сделаю. На самом деле мы очень часто слышим про то, что Москва может себе многое позволить, потому что у Москвы больше финансовых ресурсов. На протяжении последнего десятилетия из Москвы уходили те организации, которые были зарегистрированы в Москве и платили налоги в Москве. Да, некоторые в Петербург переехали. И не только. На всю территорию нашей страны. А Москва имеет хороший задел бюджетный, ровно потому, что большой объем средств был инвестирован в инфраструктуру. У нас мэр всегда приводит пример благоустройства. Мы создаем действительно пространство общественное, мы инвестируем в благоустройство. Это привлекает лучшие научные и образовательные кадры. Хотя можно было бы сэкономить на этом и инвестировать только в то, что приносит прямой рубль в бюджет. Конечно нет, потому что когда человек принимает решение о переезде, он смотрит, где будут учиться дети, где он будет лечиться и приятно ли ему будет ходить по этому городу, в который он собирается переездить. Вы абсолютно правы. Поэтому переезюмируя очень многое зависит от политики, которая формирует власти субъекта. Ильин, вам вопрос. Вот компании, которые приходят все-таки, вот сейчас банки больше верят или нет то, про что мы говорили, что есть какие-то наработки и банк должен поверить? Как я уже сказала, у банка достаточно много разных программ и вариантов финансирования. В банке есть и фонд поддержки инновационных проектов, и совместно работаем с вебом по проектам в разной стадии реализации. Поэтому при наличии партнеров, которые готовы еще раз принять участие в начальной стадии проекта, то, конечно, банк дальше уже принимает на себя риски по реализации этих проектов. То есть сейчас, учитывая ту сплоченность, которая у нас создалась в нашем сообществе, то да, конечно, веры в такие новые проекты, новые или старые, старые по-новому, не знаю, намного больше, чем было там еще 4 месяца назад, грубо говоря. Я спрошу Дмитрия, да, спасибо. Насколько вам сейчас легко или тяжело вкладываться как раз в научные разработки? И нужно ли это вам сейчас? Ой, попросите Павел, да. Да, вы знаете, конечно, научные разработки, они необходимы, потому что без них ничего не двигается. И вот то, что делает на самом деле Москва, да, как я московский промышленник, я вижу действительно, то есть это благоустройство, которое создается для того, чтобы привлекать это абсолютно правильное действие, это абсолютно правильный подход и дальше, соответственно, развитие вот этой промышленности. Потому что для многих всегда казалось, что все промкомплексы сносятся, хотя на самом деле просто был переизбыток, да, то есть, ну, в советское время нас создавали, а это все не нужно было в таком объеме, нужно было рассеточить. И вот сейчас получается то, что мы закончили, по сути дела, эпоху глобализации, то есть все прекрасно понимают ей конец. И здесь необходимо, как единственный вариант, это в первую очередь стимулировать внутренний спрос, а это как раз инфраструктурные проекты. А чтобы сделать инфраструктурный проект современный, да, вот как правильно сказал Дмитрий до этого, что нам надо не догонять там, а перескочить вперед, убежать вперед, здесь нужны инновации, здесь нужно повышать, потому что у нас вообще там, ну, по отрасли, наверное, 0,5% от выручки идет на НИОКР, это катастрофически мало. То есть нужно повышать, нужно, наверное, делать дополнительные какие-то льготы на возврат этого НИОКР. Но для того, чтобы, например, Вы, как Ваше предприятие, вкладывало больше денег в НИОКР, что нужно от государства, от банков, от кого? Проекты. Мне нужны большие инфраструктурные проекты. Соответственно, я под это буду вкладывать. Механизмы, еще раз повторюсь, все есть. То есть вот для промышленника, который уже состоялся, у нас есть ФРП, мы спокойно, вот мы сейчас подаем на увеличение мощностей, мы понимаем, как сделать бизнес-план, мы понимаем спрос, мы отдаем в комиссию, там, 2-3 месяца, мы получаем положительное решение. Причем мы делаем даже больше 50% на российских станках, у нас получается 1%. Все есть. А вот нужно сейчас делать вот эти поддержки инновационные для таких людей, по сути дела, как Маск. Ну то есть он уже такой состоявшийся, а нужно так вот, чтобы вот этот изобретатель пришел и ему дали возможность ошибаться. Ну не бывает РНД без ошибок. Вот нельзя вот так вот сразу вот ты пришел, сделай, один запуск ракеты, все, не сделал, в РНП попал, все, больше никуда не поставляешь. Такого не должно быть. И должна быть программа финансирования под это, с пониманием. Вот про опережение Владислава спрошу. Недавно был завод Рено, теперь стал москвич, Москва его получила. Как шел этот процесс и поможет ли это нам развивать свои технологии и дальше опережать мировых производителей? Москва его получила в боях, я бы сказал, с сохранением коллектива, с понятной специализацией. Завод непростой, непростой всего того, что предыдущий собственник завода делал все, чтобы уйти от локализации автокомпонентов на территории Российской Федерации. И поэтому, собственно, достаточно тяжело перестраивать деятельность этого завода. Но ключевые задачи, которые мы перед собой ставим, и они будут обязательно реализованы, это первое, сохранить персонал квалифицированный, который работает на территории завода, на заводе. И второе, это перезапустить производство уже, конечно, с учетом российской производственной базы. Означает ли переход с завода, что теперь будут загружаться заказами как раз отечественные производители компонентов? Безусловно, да. Мы сейчас будем находиться в периоде трансформации, перехода на отечественную базу, чтобы понимали, чтобы запустить с нуля производство автомобильное, надо только на создание производственной базы и базы для автомобилей потратить несколько лет. Нам надо сейчас соединить несколько, решить несколько задач, которыми мы активно занимаемся. Первое, это наладить производство и начать продолжить выпуск автомобилей с учетом того потенциала, который есть на заводе. И второе, разработать план максимальной локализации производства автокомпонентов для этого завода. И, наверное, еще и найти этих производителей автокомпонентов и вырастить. Найти, создать и поддержать. Да, абсолютно верно. Василий, вам вопрос. У нас уже немного времени остается, но я хотел бы спросить. Мы говорим о том, что конец прежнего мира, мы теперь сами по себе. Означает ли это, что нам теперь нужно отгородиться от всех и сказать, мы будем все производить сами? И возможно ли это вообще в нынешних условиях? Чтобы ничего импортного не было? Конечно, нет. Чуть ближе микрофон. Конечно, нет. Уже сегодня у коллег звучало по поводу тайваньских Байкалов и всего остального. Но я могу сказать, что Марвел и Бродкома и Квалкома тоже все производятся на Тайване. Ни одна страна в мире, например, в такой сфере, как микроэлектроника, не обладает полным технологическим циклом на своей территории. Ни Соединенные Штаты, ни Китайская Народная Республика. И думаю, что в ближайшее время вряд ли кому-то это в принципе удастся, чтобы все-все-все-все-все делалось внутри одной страны. Но это не значит, что не нужно стремиться к психологической независимости, к психологическому суверенитету по ключевым переделам. Это не значит, что не надо стремиться на внешние рынки, не надо стремиться продавать на экспорт свою продукцию. Это в любом случае необходимо. Потому что для того, чтобы тратить серьезные деньги вне окры, нужно иметь выручку, и не всегда внутренний рынок с точки зрения масштаба сможет это обеспечить, особенно в высокотехнологичных отраслях. Поэтому с одной стороны мы говорим, да, глобализация закончилась, но она закончилась в том виде, в котором мы привыкли ее видеть, когда существовал единый глобальный рынок. А с другой стороны, да, глобализация жива, и она будет возникать, но будет возникать новое. На основе нескольких валютно-технологических зон. И России надо стремиться эту зону вокруг себя формировать. Очевидно, что помимо Российской Федерации, это те страны, которые сходят с нами в Евразес. Это кто-то, кто входит в Шанхайскую организацию сотрудничества. Это в целом мы должны смотреть на БРИКС, куда, кстати, подали заявки на вступление Иран и Аргентина. Тоже достаточно серьезный шаг. Поэтому и политикам на внешней арене есть чем заниматься, и, в общем-то, предпринимателям, и промышленникам тоже есть чем заниматься. Вот в этих новых условиях, когда все меняется, искать новые рынки, новые ниши не только внутри страны, но и за рубежом. Для этого, как мне кажется, все возможности есть. Да, с точки зрения экономических условий сейчас еще не все устаканилось, и понятно, что страна еще свою экономическую модель ищет, и в скором времени она должна ее найти, просто это требование времени. И я слышу коллег из промышленности, которые говорят о том, что им нужны ясные, понятные условия, им нужны гарантии тех инвестиций, которые они готовы делать. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, закрываться, даже если бы мы хотели, у нас не получится. Второе. По ключевым, самым серьезным, критическим, технологическим точкам надо стремиться к тому, чтобы добиваться по ним независимости, иметь подконтрольную технологию на своей территории. Ну и третий вопрос. Надо стремиться создавать новые партнерства, новые виды и способы кооперации, новые модели управления производством и бизнесом, новые модели владения активами. В общем, время, как я уже сказал, нам предстоит очень интересное, и преимущества здесь будут у того, у кого будет действительно более светлые идеи, более, так сказать, прогрессивные решения и более смелая, так сказать, реализация своих мыслей. Спасибо. Это уже прозвучало, как некий такой вывод. У нас заканчивается время. Я сейчас попрошу всех, Владислав закончит, сделать тоже от себя каждый несколько слов. Итог. У нас сессия называется «Инвестиции в промышленность. Окно возможностей для российского бизнеса». Вот как нам в это окно все-таки, может быть, из окна сделать дверь, а может быть, и большие ворота, чтобы мы воспользовались этими возможностями? Милина, пожалуйста. Честно говоря, вот мне понравилась идея о том, что мы сейчас должны заниматься не импортозамещением, а развитием собственного. И никак не могу отвязаться от мысли. Мне посчастливилось быть на Байконуре в одном из старых комплексов, где огромнейшее впечатление на меня произвела та техника, которая осталась законсервированной в середине-конце 80-х. Честно говоря, тогда же мы не говорили про импортозамещение, мы тогда разрабатывали сами свои идеи. Фанатизм, в хорошем смысле этого слова, тех людей, он реализовывался в тех технологиях, которые тогда мы могли себе позволить. Мне кажется, что если мы сейчас заразимся таким же хорошим, правильным фанатизмом в сфере обеспечения своей технологической независимости, я уверена, у нас есть умы в России, которые готовы будут это все реализовать. Окно возможностей, надо найти эти умы и, соответственно, помочь им всячески с теми программами, которые наши коллеги разрабатывают, с нашей, с банковской точки зрения, с финансированием. И все у нас должно получиться. Спасибо, Павел. — Самое главное, у нас есть ресурсы. И это очень важный момент, который нужно ценить и использовать. Второе — нам необходимо привлекать специалистов внешних, потому что, да, своих нужно развивать, но есть очень хорошие головы, которые есть за границей. Для этого нужно создать все условия, да, как Москва создает, соответственно, для россиян. Мы должны, как Россия, вместе создать вот такие вот условия для иностранных специалистов. Ну и третье — это не бояться создавания крупных программ, и они просто нужны. То есть это нужны такие огромные, по сути дела, спики, которые позволяют где-то инвестировать, и вот, как было сказано в ГОЗе, да, там не обращать внимания на затраты, потому что это технологический суверенитет, да, это по-любому будет стоить денег. А где-то, конечно, подходить с умом, чтобы каждая копеечка была на счету, потому что там, например, те же самые медицинские изделия и все остальное, они приносят деньги, и это действительно так. И дальше уже это начинает двигать на экспорт, потому что экспорт сразу не толкнешь. Сначала нужно у себя все это пробировать. — Спасибо. Егор. — Ну, добавлено, наверное, уже многое было сказано. Действительно, задача — создать свою собственную технологическую экосистему, и только это может обеспечить, а, безопасность, б, возможности для экспорта. Ровно потому, что это будет, если это своя экосистема, соответственно, это некие новые компетенции, некие новые возможности, которых в принципе нигде нет. И с точки зрения высоких технологий, наверное, выход только в этом. То есть создавать те продукты, которые в мире не существуют. — Спасибо. И Владислав, завершающие слова. — Ну, я бы сказал, наверное, что сейчас всем нам надо не жалеть себя. Мы вот привыкли воспринимать, что все работают по-разному. Кто-то хорошо работает, кто-то плохо. Один регион лучше, другой хуже. А ведь это все от людей зависит. Когда мы начинаем работать для галочки, формально подходя к решению задач, то, конечно, мы можем и через год импортозамещение завершить, перелепить бирки на продукцию, вывезенную из Казахстана, через Казахстан из каких-то третьих стран, и будем счастливы от этого. Надо работать таким образом, чтобы у нас вдумчивая была риторика, понимание того, куда мы движемся, стратегия развития и на федеральном уровне, и на уровне субъекта, и четкий план действий, который будет не просто планом на бумаге, а который будет реализовываться изо дня в день при нашей серьезной системной планомерной работе. Это касается и промышленников, и чиновников, и представителей общественности. Это касается всех нас. Поэтому я думаю, что при этом условии мы обязательно с нашей ресурсной базой, с нашим человеческим капиталом, мы обязательно войдем в светлое производственное будущее. Хорошая точка, мне кажется, в нашей дискуссии. Вы так зарядили сейчас оптимизмом. Я благодарю всех, кто пришел сегодня нас послушать. Я благодарю спикеров. Желаю всем сегодня хорошего дня, и давайте побеждать. Успехов! Спасибо большое. Спасибо.